Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я изготовлю сейчас для вас жука собирательный образ для поимки головля, язя, форели, ну и другой живности, которая питается нашими жучками. Как вы видите, жуки могут быть разными, поэтому мы их уже очень много вязали, каждый изготавливался для какой-то определенной рыбалки. Их такое количество можно понапридумывать, что будет рыбе очень интересно, а нам захламим наши коробочки. Я обычно всегда использую несколько более простой вариант для поимки рыбы. Это, как вы просили, вот он мною был еще лет 7, наверное, назад, придуман в таком варианте, и по-разному может изготавливаться. Довольно-таки минимальное количество материалов и уловистость не хуже тех жуков, которые мы с вами рассматривали. Но я не люблю повторяться, поэтому мы изготовим такого жука несколько в другом варианте. Давайте приступим. Крючок я беру изначально с удлиненным цевьем, стримерный, номер 6 фирмы. Я уже показывал, вот мне попались вот такие крючки, и на них довольно-таки удобно изготавливать разные, не только стримера, но и разные мушки. Почему именно стримерный? Так как мы с вами тело будем изготавливать несколько удлиненное, и стримерного крючка значительно удобнее снимать рыбу. Поэтому вот такая величина, пусть вас не пугает, это вполне достаточно для любого мелкого даже головлика, для того, чтобы нашу приманку атаковать. Тем более на хлыстовики зачастую наблюдали и наблюдают, и ловят головля на довольно-таки крупные, до 5 сантиметров приманки. Наша приманка будет составлять где-то порядка длину до 3 сантиметров. То есть то, что приемлемо. Давайте приступим. Вначале, как обычно, я слегка промазываю клеем. Я покажу, чтобы потом у нас не было никаких вопросов. Я использую, как всегда, вот такой клей для крепления. Для головки и прочего всего остального я использую вот такой лак-клей. Значит, чтобы тело не прокручивалось, повторюсь, мы немножко промазали клеем. И я проматываю свое цевьё до начала жала. Здесь мы с вами останавливаемся. У этой мушки можно изготавливать, можно не изготавливать. Вот я взял кусочек вот такого меха-косули. Совсем небольшой, специально вам буду показывать, какой величины. Приблизительно, ну, где-то ампулка. Может быть, несколько меньше. Убрать мы всегда сможем. То есть лишнего не надо. Брать необходимое количество. Лучше потом, как говорится, убрать, чем добавлять. Я в процессе изготовления вам буду рассказывать, а вы уже потом будете сами для себя делать выводы, ставить эти элементы вам или нет для изготовления этого жука. Изначально я его планирую для того, чтобы при проводке у меня наблюдался хорошо видимый след от моего жука. То есть явно выраженная борозда. Поэтому хвостик, крылышки, лапки у нас будут достаточно хорошо влиять на его скорость. Я специально вам сейчас показал, что можно подровнять наш мех, используя обыкновенные две гильзы, подобранные по диаметру. Можно в пробирке, в чем угодно. Это так, как вы захотите. Главное, чтобы была ровная с краями поверхность. Хвостик приблизительно, ну, если вам так показывать, несколько больше должен быть по длине загиба. Вымеряли его. И показываю. Сперва подхватили. Сильно не проматываем. Сильнее, 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 сильнее. И сильнее даем натяжечку до начала загиба. И здесь мы с вами его оставляем. Вот такой хвостик у нас с вами должен получиться. Сами волоски по себе уже имеют плавучесть. Поэтому я только лишь их подровняю. Теперь нам необходимо промазать опять клеем и хорошо теперь промотать наш материал. В качестве тела мы с вами будем изготавливать, использовать пенку. Или же, как ее называют, коврик, прочие ребята, наши рыбаки. Вот, допустим, этот кусок у меня был со спасательного жилета, я уже вырезал. Можно использовать. Или же, как я вот обычно использую, обыкновенная шлепок, хорошая подошва. То есть, любой материал, который у вас имеется под руками, можно использовать для изготовления этого жука. Аккуратно, сильно не натягиваем, так как нам это не нужно. Подхватываем наш мех. И теперь уже подхватим, чтобы он не растопыривался. Берем, вымеряем теперь так, чтобы нам хватило длины нашей пенки до загиба. Вот как раз до этого выступа, чтобы у нас выходил до уровня грудки. Поэтому переворачиваем той плоскостью, которую мы подготовили. И аккуратненько в одном месте сперва подхватили, потом немножко сильнее, немножко сильнее, и движемся теперь к нашему хвостику. Здесь останавливаемся. Теперь нам необходимо, удерживая хвостик, и нашу пенку, вот в этом месте, начинать уже окончательно крепить весь наш материал. Этого будет достаточно. Перепроверимся. Очень даже хорошо. Я для изготовления, допустим, этого жука, можно использовать, если вы хотите, чтобы у вас был несколько такой агрессивный, тело обмотать потом вот таким оранжевым пером. Я его буду изготавливать несколько в таких лирических тонах, поэтому я буду использовать вот такое перо. Берем, промажем еще немножечко клеем со всех сторон, так, чтобы у нас не прокручивалось тело. Желательно даже сделать небольшую паузу, чтобы наша пенка хорошо схватилась с теми материалами, которые мы закрепили заранее. промотаем и подождем, пока подсохнет клей. Наш клей немножко подсох и, как вы видите, я совсем немножечко промотал оранжевым пером у загиба, так как оно у меня значительно пышнее, чем мое белое. И теперь я беру, вот у меня имеются вот такие наборы даббинга. Можно использовать любой, любой другой, какой вы, допустим, сочтете необходимым. Я возьму вот такого цвета, близкого к шартрес, так как мы уже должны грудку нашу подготовить, чтобы она была несколько темнее. Поэтому до середины я вот покажу приблизительно вот так ровно половину, сколько оранжевого, несколько больше промотаем белым пером. Здесь мы с вами остановимся. Как обычно, я беру определенное количество даббинга и просто его вот так накладываю снизу и сверху в хорошее количество прямо на нашу пенку. и берем теперь наше перышко и начинаем выполнять обмотку. У нас сразу хорошо прорабатывается и тело и крепится наш блестящий даббинг. Подхватили здесь, возвращаем нашу нить, заодно закрепим перышко. Вот столько нам приблизительно будет достаточно для нашей плавучести. Остальное убираем. И теперь самый основной элемент. Вы можете допустим сейчас взять как обычно перо павлина или же взять даббинг, сформировать грудку, но мы сейчас с вами примерим величину нашего чехольчика и подготовим с вами перышки, которые должны хорошо бороздить воду. Из вот такого скальпа для стримеров цвета гризли, оно довольно-таки хорошее, флюоресцентное, как вы видите, я подобрал два крылышка. сразу так, как вы просили, я приматываю, не общипывая, и как вы видите, используя то перо в качестве направляющего, у меня не прокручивается и достаточно хорошо потом центрируется мое перо. Длину необходимо выбрать так, чтобы доходило до края хвостика. Теперь остаток мы удаляем и переходим к нашим лапкам. Лапки можно изготавливать из любой резинки, какой вы сами для себя захотите, но учитывая то, что у меня имеется вот всевозможные из такого набора разные резинки, она достаточно подвижная, хорошо реагирует практически на бесконечное множество поклевок, поэтому выберем длину, потом можно будет подрезать, это уже не принципиально. И закрепим с вами первую пару лапок. В беспорядочном, как говорится, хаосе они могут спокойно быть направлены вверх, вниз, как вам будет удобно для вашего изготовления. Они у нас выполняют функцию только лишь раздражителя. Но желательно, конечно, чтобы были по бокам и слегка были направлены вниз и назад. Вот так. Закрепили. Теперь закрепим следующую. Итак, не доходя до колечка, буквально полсантиметра, мы должны остановиться с нашими лапками, будем формировать грудь. Вот так с вами развели лапки, потом мы их с вами подрежем подлиннее, сколько нам необходимо. И я закрепил по остаткам, у меня было вот такое гризли, это не принципиально, можно любого, любое перышко, какое у вас есть, так, чтобы мы могли мотать до конца лапок. и я возьму теперь уже даббинг, вот такой близкий к павлину, и так как грудка у нас должна быть несколько темнее, и перемешаю его слегка со светлым даббингом. И как обычно берем, накладываем вот так немножко сверху, и прикладываем снизу. Вот так. И теперь берем наше перышко аккуратно, так, чтобы мы не подломали наши лапки, а они остались в том направлении, какое мы им задали, выполним обмотку нашим пером. до колечка. Вот мы с вами изготовили обмоточку пером, и теперь нам необходимо вверху вот так наше перо слегка разгладить, подправить крылышки, как они у нас будут потом стоять вдоль тела, и берем наш клей, промазываем пенку, желательно по центру, так как наш материал в основном находится по центру. Промазываем клеем, берем в натяжечку и доводим до самого колечка. Буквально пара оборотов подхватываем, не сильно продавливаем, следим за тем, чтобы лапки мы не затянули свои любимые. Вот так. И окончательно теперь закрепим наш материал. Вот друзья мои, мы подклеили окончательно пенку, я так на всякий случай приклеил пластмассовые бусинки, сделал глазки и подкрасил вот таким оттенком, перманентным фломастером и немножко вот таким. Цвет и все остальное выберите для себя сами. Снизу не столь принципиально, как вы видите, каким цветом красить, у нас достаточно здесь и плавучести, и раздражителей. Дает очень хорошую борозду за счет крыльев и лапок и хвостика, и в то же время практически непотопляемый и неубиваемый. Все элементы достаточно крепкие. пробуйте в разных оттенках, вариантах, что у вас выйдет. Благодарю за внимание. До скорых встреч! встреч!